Сегодня вам предстоит прожить самый длинный день вашего отдыха на Кипре. Вы поймете, почему я так сказал, если отправитесь на экскурсию, которой посвящено это видео. А примерно к ее середине вам станет ясно, почему наши путешественники часто называют ее «экскурсия в квадрате». Однако уже сейчас я готов объяснить, в чем же ее особенность. Еще в XVI веке в аристократических кругах Европы возник термин «гран-тур». Да вы и сегодня можете услышать это название, когда речь заходит о путешествиях. Часто оно произносится неверно, на современный манер, когда на конце слова «гран» ставится буква «д». Но мы будем использовать оригинальное написание. Так как это французское слово, то буква «д» на конце не произносится. А называли «гран-туром европейцы» особое путешествие, в которое были обязаны отправляться выпускники университетов, чтобы завершить свое образование, на практике познакомившись с историческим, культурным и духовным наследием цивилизации. И, конечно, предполагалось, что на своем пути они должны были изучать местные традиции и природное разнообразие. Также и вам сегодня предстоит пройти практику настоящего гаран-тура. Вы начнете день студентами с начальными знаниями, совсем недавно вступившими на наш остров, а по завершении экскурсии станете настоящими знатоками Кипра. Это у вас обязательно получится, потому что мы будем вашими проводниками в этом путешествии. Начнется экскурсия с путешествия в древнее место, к истокам античной культуры, а именно, ко всемирно известному месту явления людям средиземноморской богини любви и красоты Афродиты. Но известное это место не только как родина Афродиты, это еще и точка пересечения двух миров – пространства религиозных мифов и материального мира. В древности здесь проводились ритуалы поклонения богине, и неудивительно, что тут и по сей день случаются чудеса. Века пронесутся быстро, и вы окажетесь в некогда богатом и великом античном городе. Имея ключ к ответам, вернее, теперь уже вооруженные знаниями, вы пройдете по его улицам и увидите, как жили люди в древности, как они изобретали, как видели устройство мира. Весь этот город поклонялся справедливому богу Аполлону, а тот покровительствовал городу в ответ. Вместе с вами мы восстановим как славные, так и печальные события этого города, после которых жизнь в нем остановилась. Впереди новая эпоха. На Кипре продолжает развиваться античная культура под влиянием Византии. Принесенное на остров апостолами новое религиозное учение – христианство – заполняет умы и сердца киприотов. Появляются первые храмы. Среди них были необычные, совсем не похожие на привычные нам церкви – церкви-пещеры. До наших дней их сохранилось совсем мало. Вы же побываете в одной из самых почитаемых местными жителями и узнаете, почему древние церкви были именно такими и какие обычаи и истории живут в этом месте. Время Византии уходит, и в средние века на сцене появляются новые хозяева Кипра – англичане и франки, поддерживаемые католическими орденами. На острове строятся замки по европейским стандартам, и даже появляются свои короли. Европа прокладывает свои торговые пути через Кипр. Вам предстоит прочесть очень интересную страницу истории Кипра, наполненную религиозным фанатизмом, любовными интригами, крестовыми походами и тайными королевского двора. Кстати, есть еще одно наследие оставшееся с рыцарских времен – яркое и опьяняющее. Это местное виноделие. Католический орден госпитальеров, некогда владевший островом, посодействовал популярности уникального кипрского вина в Европе, особенно среди ее монархов. И с тех пор виноделие на Кипре стало развиваться нешуточными темпами. Это очень важная история. Сейчас на Кипре делают вино высокого качества, но за пределы острова его почти не продают. А вас ждет специальное знакомство с культурой Кипра через призму искусства виноделия. Забыл сказать, что здесь наш маршрут сильно преображается. Начинается территория гор и горных деревень. И хотя эта экскурсия и не имеет себе равных по информационному охвату, она еще и невероятно красивая. Это означает, что ваше путешествие будет наполнено видами природных красот, панорамными площадками, запахом горных трав и свежестью лесов. Эта дорога ведет к познанию суть Южного Кипра, а также к пониманию того, что современный Кипр живет опытом десятков поколений и бережет главную ценность – свою духовность. Ее оберегал Кипр в Средние века, во времена войн и церковных раздоров в Византии. На протяжении османского владычества она креплой становилась опорой для жителей этого острова. Сегодня вы сами видите здесь связь многих веков, объединившую историю многих стран и народов в жизни этого острова. Горные монастырики продают приезжающим сюда возможность побывать в далеком прошлом и хранят множество исключительно важных для всего христианского мира святынь. Перед тем, как отправиться в обратный путь, вы совершите еще одно путешествие – к вершине, возвышающейся над всем островом. Олимпус – самое подходящее место для того, чтобы осмыслить сегодняшнее путешествие, вспомнить, с чего все начиналось и подвести итог. И перед закатом охватить взглядом остров Кипр, который теперь для вас – огромный мир, окруженный со всех сторон морем. Эта экскурсия проводится из городов Протараса, Анапа, Ларнака и Лимасу. Подробности об экскурсии читайте в описании. Субтитры создавал DimaTorzok